Дом действительно неплохой, сделано хорошо, нравится все, полы у нас теплые. Единственная проблема с окнами, что не заделано, видать, поступает холод оттуда. Пропускающая холод пластиковые окна и двери – это единственный недостаток в новеньком доме Валентины Маркиной. Со своей семьей спрячена в Чигире она переехала в начале октября. До этого худобедно жили в подтопленном доме, который паводок подпортил изрядно. Пол прогнил и буквально провалился, а стены начали осыпаться. Да и удобств там не было никаких. В новостройке совсем другое дело. И вода подведена, нету так. У нас же все на улице было, мы качали, печь топили. Конечно, очень хорошо сделали. Я благодарна администрации и всем, кто помог нам этим. Хотя бы как бы не тяжело, но сейчас у нас и тепло, и светло, и это самое. Ну вот с окнами, а так. Проблему с окнами в ближайшее время обязательно решат, пообещал Валентине Николаевне министр строительства и архитектуры области. Исправят недочеты и в других домах. Ведь подтопленцы обращаются с разными вопросами. Отклеиваются обои, система отопления барахлит или окна неправильно установлены, как у Валентины Маркиной. 50% всех жалоб абсолютно обоснованы. Впрочем, под контролем властей до весны будут находиться все, без исключения новые дома. Мы еще где-то в стадии эксплуатации, еще в течение зимы должны как минимум в критический, минимум температурный, посмотреть, как это все будет функционировать и работать. И посмотрим еще, как это выйдет все из эксплуатации зимней. То есть это в районе марта. В новом микрорайоне в Чагирях построено 32 дома. У всех уже есть хозяева. Правда, вселиться пока успели не все подтопленцы. Но и те дома, что пока пустую, специалисты тоже проверят. До весны они наведаются в гости к новоселам еще не раз. Анжелика Павлова, Михаил Величкин, программа «Город».